Всем привет! Сегодня у нас такая замечательная погода. Весна в Москве наконец-то наступила. И я хочу рассказать вам о трех замечательных шоссейных велосипедах. Я решил не разбивать каждый по отдельности, потому что два из них похожи. Ну а теперь давайте перейдем к обзору конкретно настоящих баньши. Бьянка, бьянча. Короче, хрень, которая итальянская. Поехали! Ну, как мы видим, это три шоссейных велосипеда одного бренда. В принципе, велосипеды похожи, поэтому я решил их не разделять и властвовать, а объединить. В чем фишка? Вот этот крайний велосипед, это эндуро велосипед на алюминиевой раме, алюминиевой вилке. Это тоже эндуро серия, женская. Хотя я тоже, если честно, в этом сомневаюсь, ну, только если ради цвета. Так-то, в принципе, велосипед, как и велосипед. Эндуро серия уже карбоновая. И, наконец, начальная гоночная тоже карбоновая. Чем они характеризуются? Ну, давайте начнем с того, что они у одного человека, они, соответственно, собирались под себя, грубо говоря. Вот два черненьких это владельца, а бирюзовенькие это его девушки. Значит, в чем фишка? Фишка в том, что они условно одинаковые. Это во всех случаях клещевые тормоза. На женском компаньоловские клещевые тормоза. На мужском ультегра. А здесь, собственно говоря, стоковые, как были, 40. Во всех случаях, вообще во всех случаях, это сковородки 50 на 36 или 34. Во всех случаях это сковородки 50 на 34. То есть, везде двушки, соответственно. На алюминиевом у нас 9 передач с задним переключателем 40. На карбоновых по десятке. Переключатели компаньола. Компагнола. Не знаю, честно, как их правильно. Что мне понравилось в этих ручках, это их система переключения. Здесь кнопка очень удобно, расположена под пальцем. Ее прям очень клево нажимать. То есть, вот здесь переключатель. Прям вот очень удобно, в отличие от, допустим, вот сейчас 40. Смотрим. У нее здесь кнопки нет. У нее двухходовой рычаг. Двухходовой же? А, нет. Да. Да, здесь вот, как и на микрошифте у меня. Так и вот так. То есть, в зависимости от того, куда вам переключить нужно, вы либо обе ручки уводите в сторону, либо одну. Получается, что у вас, ну, длинный ход и с короткой рукой, ну, честно, не очень удобно вот так переключать. Здесь же у вас получается, что все, вот, все под одним пальцем. Здесь под одним пальцем даже с короткой рукой очень удобно переключать. Прям вот в этом плане компаньоловские переключатели мне очень порадовали. Надо, видимо, себе такие купить. Так, ну, собственно говоря, что здесь рассказывать о геометрии рамы? Я думаю, что большинство из вас, диванные эксперты, гораздо больше меня в этом понимает. Поэтому я не буду даже рассказывать. Единственное, что, ну, про карбоновые велосипеды. Тут, ну, просто велосипед. Вот здесь вот более геометрия, которая чуть лучше гасит вибрации, да, здесь геометрия больше рассчитанная на прочность, на торсионную жесткость. Я сейчас еще покажу торсионную жесткость этих велосипедов. А здесь вот, да, мы самообратим внимание на алюминиевый. У него вот здесь типа баттинг, да, что присутствует, что здесь гидроформинг, тройной баттинг и сплав алюминия шеститысячный. Ну, то есть, хороший жесткий сплав. Ну, как говорится, для тех, кто любит жесткость. Вот, кстати, на тему зазоров. Вот в алюминиевый 28-я зубастая уже не влезает. То есть, это шоссейный велосипед, а не гревел. Это именно шоссейный. То есть, 28 с шипами, с объемом, сюда же не влезает. Здесь сейчас 25-я везде стоят. Ну, здесь тоже компаньоловский переключатель. Как мы видим, он уже потасканный жизнью. Но это нормально. Обратите, кстати, внимание, все, кто комментировал. Велосипеды чистые. Человек старался ради вас. Но, правда, я сказал, что мне пофиг, поэтому это было усмотрение человека, мыть его или нет. Сейчас сидит, улыбается. Ну, везде эксцентрики. Везде, я так понимаю, насыпные подшипники. И, собственно говоря, единственное, что здесь можно еще сравнить, это то, как они гасят вибрации и то, какая у них торсионная жесткость. А в остальном, ну, достаточно редкий для Москвы, да и для России в целом бренд хороший. Итальянцы делают нормальные велосипеды. Я люблю гораздо больше итальянцев, чем немцев. Да простят меня все владельцы кубов. Учитывая, что, как говорится, владелица этих велосипедов начал с кубов, он тоже негодует сейчас. Ну что, давайте посмотрим торсионную жесткость. Ну, не самое у них. Видно, видишь, весь кареточный узел вот в этой части туда уходит. Это вот как бы торсионная жесткость, кто бы что ни говорил. Это вот именно торсионная жесткость рамы. Потому что, если вы посмотрите, гуляет рама вот в этом, а не натяжение спиц и так далее. Это именно вот торсион к рамы. Но при этом даже вот, смотрите, весь кареточный узел уходит, но при этом палец мне там не прижимает. То есть он, ну, как бы хорошая жесткость. Это такая же жесткость. Даже, я бы сказал, пожестче немного. Но здесь явно мягче прям вот. Видишь, весь треугольник уходит. Это, соответственно, когда вы скручиваете стоя, у вас весь треугольник уходит. И вы, как бы, получается, теряете часть энергии на то, что у вас рама виляет влево-вправо. Чем короче вот здесь перья, сам треугольник, то есть колесо приближено к задней трубе, вот эти перья короче, тем выше у вас торсионная жесткость рамы велосипеда. Ну и, соответственно, с вилкой та же самая фигня. Ну, хотя на клещевых тормозах это не играет роли. Ну, знаешь, вот ощутимо-ощутимо прям вот бьет, потому что алюминий. А, видимо, еще потому, что я к тебе приехал на двухподвесе. Это прям сильная разница. Ну, кстати, вот когда по таким едешь, по жесткости никаких отличий нет. А вот когда по маленьким едешь, прям как будто их нет. Не, ну, если у вас есть выбор, карбоновый или алюминиевый брать, то как бы не задумываясь, берите карбоновый. И с точки зрения гашения вибрации это просто огонь. Титан, хромоль, карбон. Не алюминий. Алюминий это худший вариант. И прям вот реально, кто еще не пробовал, и кто хочет себе шоссейный велосипед, вот, ну, как бы мне не очень есть с чем сравнивать. Я мало катаюсь на шоссейных, но поверьте, вот я сейчас вот сел, и компаньола это просто вот, это просто вот все, что нужно человеку. Лично, на мой взгляд, по моему удобству, для меня, это просто охрененные переключатели, которые прям вот лежат так, как нужно. И вот ты сел, и вот все, вот, вот просто вот, это идеал. Вот честно, я теперь себе хочу компаньола. Так, а сколько, говоришь, стоит у тебя их скрутить? Я решил учесть ваши просьбы и сделать все крупным планом. Немножечко не в том формате, как я делаю обычно. Надеюсь, вам понравится. Ну, а со своей стороны я благодарю великолепного... Господи, у меня все, проблемы с именами. Как тебе зовут? Просто, да. Окей, он хочет скрыть свое имя от великолепного подписчика, который предоставил мне, выцепил меня, так сказать, заставил приехать, чтобы я снял эти клевые велосипеды. Вот этот бы я честно отжал. Он просто охрененный цвет. Я обожаю такой цвет. Но, к сожалению, это вот, это вот, ну, как бы, ну, не мое. Не мой, не мой рост. Поэтому спасибо за внимание. Надеюсь, такой формат вам понравился. И если да, спишите в комментариях. Я буду снимать в таком формате. Хотя лично мне он не очень нравится. Но что ни сделаешь ради подписчиков. Спасибо. Я Алексей. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok